я надеюсь вы помните как я играл веселые гуси по нотам теперь же теперь же как вам талант так но теперь к нашим делам пришло время отвечать на вопросы предварительное замечание вот это вот письмо как раз хорошо показывает что бывает разная степень поражения человеческого организма и подход тогда должен быть совершенно иной то есть сейчас я начну идти по письму и далее далее пояснять это так сказать наглядный пример разбора и практики чтобы вы сами понимали как к самому себе подходить так петрович здравствуйте все началось в июле прошлого года после того как дочка поехала паломническую поездку с недолеченной простудой смотрите была простуда а там сильно перехладилась то есть еще перехладилась был дождь и очень холодно дождь и очень холодно сразу же остановимся то есть патогенная энергия холода а вернее сырости влага охлажденная влага будем говорить вошла но даже нет не не так не охлажденная влага а патогенная все-таки энергия холода и сырости вошла в организм и естественно так как в организме у нас идут ну будем говорить процессы обмена веществ связанные с теплом с движением все это дело замедлилось да и по прежнему домой все и началось стали сильно болеть стопы то есть стопы почему они начинают сильно болеть скорее всего стопы промокли больше всего где-то через неделю повысилась температура 37 4 потом заболели колени и кисти рук то есть колени и кисти рук это закономерные места которые могут болеть только тогда когда внедряется холод то есть переохлаждение было первую очередь по стопам ног далее у у девушек и женщин что у них голая ноги колени коленные суставы страдают то есть патогенная энергия холода и сырости она любит суставы и естественно кисти ничем не защищены все тут наверно кофточка была одета там с длинным рукавом а кисти как были так и остались то есть все это промерзло там осталось вот это вот энергия холода которая начала свое разрушительное действие естественно естественно от этого повышается температура она повышается не так уж сильно 37 там и 4 пошла сдала анализы су и немного повышено было остальное в норме то есть остальное в норме когда когда в организм внедряется патогенная энергия там холода жара сухости там ветра или еще чего нибудь она не вызывает каких-то таких вот изменений которые бы там определяли какие-то так такие они будут вот специфические если это внедрилась энергия холода это прежде всего пойдет по суставам и в первую очередь те суставы которые были переохлаждены да перечислили если это энергия жара то в первую очередь у человека расстраиваться пищеварение и тут тут может быть температура резко поднимается то есть пищеварение расстраивается в основном желчная функция начинается будем говорить просто напросто такой понос значит полечили противовоспалительными не помогло а причем тут противовоспалительно и переохлаждение причем эти две вещи то есть вообще когда непонимание происходит что с человеком то и назначаются какие-то противовоспалительные когда произошло переохлаждение организма это понимаете совершенно куда то я не знаю даже не могу подобрать сравнение это полить куда то наугад цель у нас допустим грубо говоря суставы переохлаждение а мы фигачим там противовоспалительные то есть пытаемся что то там что то там воспаление снять значит все упало до нормы потом через три месяца положили в область в ревматологию все обследовали легких почки жкт гинекологии на инфекции на ревматизм в общем все анализы нормы а организм не работает потому что вот эти вот жизненные принципы когда выходят из своего равновесия они влияют на жизненные функции понижая их и подход к этому должен быть совершенно иной то есть здесь надо было вытеснять холод прогревая организм прогревая суставы понимаете а не какие-то там противовоспалительные вещи давать и естественно все анализы в норме а человек болен видите в чем дело интересно да запоминайте переохлаждение все будет у вас в норме а вы будете нездоровы прописали на 6 месяцев пить таблетки артрофон это гемопатия противовоспалительная иммуномоделирующая йо-ма-йос и месяц пила не месил это не стероидные ее ими только и лечили от них повысился билирубин то есть вот это вот все лечение которое смотрите организм остановился вернее рассогласовалась работа от переохлаждения да и так она осталась потому что вот эта энергия остается патогенная энергия холода она остается и остается она в основном в суставах и начинает там потихонечку свое разрушительное действие и как только человек переохлаждается это все повторяется вновь понимаете как бы подпитка происходит здесь конечно надо было действовать совершенно иначе это было и теплые компрессы на колени это и в ванны прогревающие это и посмотрим дальше вот интересная вещь в ванны по залма на вул это очень очень хорошая вещь в этом случае но когда какие-то иммуномодулирующие противовоспалительные это вообще не то это дополнительная нагрузка на организм он вот так вот грубо говоря он работает знаете еле еле так сказать а тут еще вот эти вот лекарства тут что-то тут нестероидные тут что-то такое естественно толку нету билирубин повысился то есть пошла нагрузка на печень это все же надо выводить а печень орган печень орган орган горячий значит температура его снизилась то есть видите закономерно как происходит все это цепочка будем говорить вот развитие болезни повысился билирубин вот и все потом мы стали лечиться своими сердцами я вам говорю так тогда что мы делаем а если отмотать года два назад до этого это хорошо вот а что до этого было то со здоровьем стали происходить неприятности стали отекать ноги и кисти рук отекать ноги и кисти рук ноги и кисти рук то есть здесь уже говорит о том что какая-то какое-то вот это больше слизистые уже заболевания когда идут отеки то есть слизистые заболевания не связаны с тем что мало опять таки теплоты потому что слизь это субстанция холодная и тяжелая а надо что подавать горячее и что-то легкое чтобы это дело регулировать естественно это не было сделано да так стали текать ноги и кисти рук прошли узи почек никаких отклонений не выявили видите тут не в почках дело это совсем иной уровень который потом уже перейдет и на почки и на другие органы но сначала идет разголос сука работы организма вот в жизненных принципах нарушается гармония раз нарушается гармония значит те функции которыми заведуют эти жизненные значит принципы они начинают сдавать и в результате вот получается то вода накапливается то накапливается и вдобавок холод и вода пойдет и пошло пошло так она стала больше пить воды стало лучше но опять же меньше литра если меньше литра выпьет то лимфоузлы у вас отекают ага но тут дело не столько в этом в воде что якобы плохо работают почки да пытаются тем что больше воды значит это все будет нормально несколько иное так стало лучше так теперь дальше то лимфоузлы воспаляются периодически за ушами воспаление лимфоузлов воспаление лимфоузлов бывает тогда когда конечно имеется какая-то инфекция эта инфекция естественно естественно где-то вот здесь а не болела ли она простудами до этого понимаете все начинается с простудом там сангин и так далее далее таких вещей которые как бы сказать мы внимания не обращаем и прирастают все более и более серьезные вот эти вот как раз когда связано с движением слизи в организме с переохлаждением это все как бы сказать вот она какие-то такие недомогания вызывает непонятные но в то же время можно мириться но если с ними не работать они дальше все усугубляются усугубляются и все накладываясь друг на друга в какой-то снежный ком и получается что-то непонятное и не поймешь с чего с чего начинать и как дальше вести так без перенесенной температуры периодически воспаляются значит лимфатические узлы без перенесенной простуды простуды нет а они воспаляются то температура 37-32 держится опять же без простуды антибиотики пропьет проходит то есть здесь уже имеется значит и будем так говорить поражение лимфоузлов то есть лимфоузлы воспаляются в основном тогда так чисто рассуждая когда имеется какая-то инфекция инфекция как правило вот в этой вот области что они вот за ушами а тут что у нас расположена лимфоидная ткань глант как раз она значит вот инфицирована а что тогда надо делать а надо керосинчиком пополоскать эту область без всяких антибиотиков и не раз и не два а двадцать раз там через день так проходит значит то прикашливать стало кашель кашель говорит о том что скапливается слизь слизь скапливается в легких закономерно она скапливается в легких когда у нас уже понижены теплотворные способности организма и организм не может полноценно переварить пищу а раз он не может ее полноценно переварить значит получаются такие полуфабрикаты которые всасывают скром в виде той же самой слизи и слизь это выбрасывается через носоглотку или легкие то есть все закономерно идет и все идет из-за того что не хватает теплоты в организме теплоты запомним это запомним это потому что теплота там еще со многими функциями связано так сыпь на теле в основном зимой летом проходит сыпь на теле сыпь на теле сыпь на теле в основном зимой опять таки закономерно почему зимой а не лето потому что тепла нету и это уже слизь не только не выводится через легкие уже маловато а включается уже кожа и естественно кожа как ее выбрасывать в виде сыпи непонятной через поры козы что то там выходит и возникает вот это вот цель зимой а летом нету почему да потому что хватает летом теплоты а зимой не хватает то есть здесь то там можно порекомендовать и продукты усиливающие жизнью желчи это не только теплая чтобы она употребляла это уже различные специи которые способствуют усилению телесного огня который лежит и в основе пищеварения и в основе иммунитета и как мы посмотрим дальше и в основе страсти то есть половая функция тоже зависит от этого так поехали дальше так а летом проход не чешется с гинекологией тоже непорядок с циклом он может быть только тогда когда не хватает внутреннего тепла раз нету внутреннего тепла значит идет срыв то есть он нерегулярный вот так вот он пляшет и так далее и того подобного срочно добавить прогревание ванны смазывание тела с оливком маслом чтоб тело держало понимаете держало теплоту плюс специи возможно здесь пойдут и эфирные масла которые разогревают эфирные масла в первую очередь это будут воздики такие горячие возможно тмина эфирное масло хорошо семена тмина можно есть то есть вот я семена тмина стал есть и я чувствую вот этот горячий компонент у меня добавился сразу стало лучше совсем стало лучше по всем по многим параметрам то есть мы даже не понимаем насколько вот это вот древние знания оказываются важными в нашем здоровье а мы их современная медицина вообще убрала что она так делает хотя узи никаких отклонений да причем там узи там да что она не находит щитовидку проверяли в норме и гормоны тоже в норме щитовидки хридовидки то есть нет чоков ищет понимаете когда когда забыли вот то прежние первоосновы с чего на чем как бы сказать жизнится работа организма тогда все остается непонятно они вот что то там ищут понимаете не видя главного а раз они не видят главного вместо того чтобы действительно помочь идет просто и в результате что и вот уже 6 месяцев держится температура 37 37 и 2 с устами стало получше ушли отеки постоянно боль за ушами ушла думаю это думаю это ванны Залманова помогают а вот ванны Залманова ванны Залманова на этом можно остановиться несколько подробнее во первых ванны Залманова это что это теплая процедура сама по себе даже без вот этой эмульсии Залманова она будет действовать плюс естественно что такое ванна Залманова это эмульсия которая в основном состоит из скипидара живичный скипидар что делает живичный скипидар это удивительное вещество которое защищает сосну от того чтобы ее там съели различные микробы бактерии и так далее и так далее грибки да она уже защищает смотрите уже она будет через кожу всасывается скипидарчик и пошел действовать по всем этим будем говорить микробам грибкам и так далее защищая сосну он защищает и нас проникает через это плюс это горячая такая жидкость которая вызывает прогрев расширение сосудов это очень важно в данном случае то есть нам надо откуда-то взять теплоту и вот это скипидарчик нам это и дает и все те кто мерзнет вот сейчас особенно да прекрасна эта процедура вот эти ванны залманова значит там желтая эмульсия там белая эмульсия но не важно сейчас уже все это в аптеках продается можно брать готово применять и будете получать великолепные вещи то есть мы улучшаем капиллярное капиллярный ток крови мы прогреваем организм и плюс скипидар еще всю эту кровь он будет очищать от разного рода инфекции вот в чем суть ван залманов поэтому они и помогают в данном случае лучше всего так но при нагрузке начинают болеть ну естественно они еще не успели все это разрушить очень легко холодом а вот восстановить не так то просто она хочет голодать неделю а я что-то боюсь вес у нее 53 килограмма сейчас при росте почти 170 сантиметров как бы не надо голодать холод еще дополнительно вносит сухость и холод и сейчас вот эта погода сухая и холодная все это еще усилится если вы хотите поголодать то лучше всего это будет сделать когда летом в самую жару вот тогда можете воду там пить и все там что угодно и проголодать недельку тогда будет вот хороший такой ток а сейчас холод на холод после этого еще больше и больше замерзать и у вас столько будут будут осложнения которые в такую вас яму ввергнут непонимание что вообще будете в какой-то будем говорить ну грубо говоря никто вам не подскажет не поможет и вы не поймете а куда уходит здоровье оно уходит туда потому что неправильное применение оздоравливающих средств когда холод и вызывание холодом голодом вы только сделаете хуже извините что сумбурно написала не мастак писать извините что я так сумбурно ответил я тоже не мастак отвечать но тем не менее думаю поняли а про эфирные мышла так так все значит есть такая такой ответ у нас есть